Так, ну что, ребятки, ну вот он и гранд-финал, вот он и гранд-финал, мы готовы с Максиком врываться на это противостояние. Итак, у нас первая карта Метро, вторая будет ПБ и третья в случае её присутствия будет ДЦ. И, кстати, вот на ПБ будет очень интересно посмотреть, потому что вчера они играли. Мы литирейт выигрывали 8-1, да, за оборону, потом проиграли на допах там 16-13 или 15-13, что-то в этом роде, роде-роде. Максим, ставочки открывай пока что. Да-да, конечно, стартуем. Так, ставочки открыты, всё прекрасно. И наслаждаемся жизнью. Так, фоллус РЖО, так. Поехали, ребятки, постепенно уже все заливаются. Так, респект, 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 респект. И залить рейтов. Вот, пошли ставочки теперь залить рейтов, опять залить рейтов. Ну, не знаю, ребятки, честно говоря, ну, эти команды действительно, они, пожалуй, самые достоинные этого гранд-финала. Ждём мы, как только зайдёт у нас Архан, он же Тео. Ну, и по самому команду давайте быстренько я пролечу. И залить рейтов играют у нас Систем, Дазл, Уэйк, Ренза и Пуш. Ну, а за команду респект играют Зи, Тушкан, Лос, Опи и, конечно же, Тео. Ждём мы как раз именно последнего. Старая добрая мапа. Да, Нибелунг, согласен, с тобой метрошечки мы давно не наблюдали. И, конечно, я, честно, безумно рад её появлению. Карта большая, карта... Саймон поставил 33.29. Респект, Вин. О, ничего себе. Слушай, давай, если эта ставочка зайдёт, 33.29, мы Саймону дадим 5 кодов по 10 дней. Ну, 5 и не знаю, а на пара-тройку я согласен. Так же, ребят? Пара-тройка это значит 6. Ну, 2 или 3. А, 2 или 3. Ну, хорошо. И ещё у нас есть парень, который поставил уже 2 ставки к ряду на Твиче. Это Breaking Bad. Если сейчас, Breaking Bad, твоя третья ставка зайдёт, то мы дадим тебе 1 код на 10 дней. А какую он ставочку поставил? Держи кулаки сейчас, посмотрим. Какую он ставку ты поставил? 10-5 респекты поставил. Ага. Ну, посмотрим. Ну, такое, не знаю, как-то 10-5 респекты против литерейтов. С учётом их ожесточённой битвы просто вчера, где сначала 8-1, потом дополнительные раунды и победа. Ну, не знаю, не знаю. Как-то промахнулся, мне кажется, здесь уже парняга. Ну, пошли у нас ножи, ставки летят. Давай, Герман, пока что раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Ножницы. Эй. Снова. Сегодня я проигрываю. Сегодня три раза к ряду я сделал. Да, да, батя оф за камень, ножницы и бумага. Ну, ты ж меня учил-то, чё теперь поделаешь. Ну, да. Сам виноват, сам. Так, ну теперь что? Выбирают у нас в сторону парни из коллектива литерейта. И, наверное, они останутся всё-таки. С ножового раунда здесь. Да, совершенно верно. Остаются парни из литерейт за оборону. Респект будут играть в атаке. Ну, и посмотрим, чем же всё это закончится у нас. Я думаю, здесь вообще никак нельзя вообще проигрывать парням из коллектива литерейта. Потому что они могут на ппшечке-то ошибиться. Ошибиться так нормально, причём. У вас код на 7 дней, а не на 10. Ребята, у нас есть и коды на 10 дней. Мы как бы знаем, чем мы оперируем. Коды на 10 дней раздаются за конкурс, угадай слово. Да, да. Совершенно верно. Я, кстати, посмотрел. Там осталось буквально две буквы, которые надо было сбросить. Я открыл просто на Google форму, где вы отписываете, ну, куда приходят ваши ответы. Вы там уже в ряд просто, наверное, человек 30 поставили уже верный ответ. И не знаю, это просто лютые какие-то парни угадывают. И у нас сейчас прям неимоверное количество ставок. Прямо все гонятся за ставками. Ставки, ставки, ставки. Ну что ж, давайте посмотрим, кто же всё-таки выиграет. Есть даже ставочки на допы. Вот так вот. Ну, такое дело, такое. Посмотрим. Ну, давайте уже постепенно залетать. Ну, у Серёги пока скина нет. А что толку? А то, что с Серёгой сидит просто так, у него ничего не будет. Не изменится. Донатит, донатит, скорее всего. Сейчас у нас пуш. А, скина именно просто оружия нет, походу. Да, да, да. Всё. Готов. Готов пуш. Рвать, крушить, убивать. Стартуем. Ну что, метро. Метро, метро, метро. Ну, ребятки, давно не было этой карты. Но, соответственно, мы все рады, я думаю, её видеть. Карта хорошая. Карта большая. И эта карта, действительно, пожалуй, одна из тех карт, которая целиком и полностью отображает скилл всей команды, как команды. Ну и посмотрим, кто же здесь более командный, так скажем, коллектив у нас. Посмотрим. Но респектам сейчас придётся тяжело за атаку, я думаю. Систам у нас бежит занимать позицию под иксом. Тушкан отыгрывает из-под семёрки. Ну и посмотрим. Опи уже занимает у нас внутреннюю под Б-рельсами. Ну и Зишка на спуске. Олег, Дазл уже делает опен-фраг по Тушкану под семёркой. И есть постепенный выход. Зишка выходит. Там Систам будет помогать. Сейчас пушу. И Зи здесь погибает. Нет, Зи живёт. Лос также делает минус. Ну и остаётся у нас два игрока в живых. Нет, Рензо уравнивает счёт по выжившим игрокам. Дазл и Рензо вдвоём против Зишки и Опи. По-прежнему живут парни. И вот Опи уже побежал у нас устанавливать А-плэнт. В это время у нас Рензо находится под Б-путями. Бежит уже на Икс. И дальше будет пробовать выбивать уже с Мороза сейчас. Со склада. Мороз, склад. Кстати, у всех тенденция по-разному называть именно эту позицию. Но вот это перемычка, где Дазл у нас сейчас. Рензо. Отличная хаешечка. Прямо под себя. Прямо молодец. Ну и Опи. Закрытый в планту. Плюс у нас Зишка есть в вентиляциях. И Олег здесь бессилен. Погибает 1-0. Респекты начали очень уверенно. Ну что ж, неплохо. Но пока что это первый раунд всего лишь. Но здесь даже респекты уже заставили немного понервничать своих оппонентов. Но литерейтам надо срочно подсобраться. Итак. Есть у нас уже работа опять же под Икс. Там у нас сейчас будет перестрелка. Опи, Пуш и Систем. Ребята будут встречаться. Также на спуске у нас находится Зишка. Есть от Кейт Хаи. А Деза залетает минус по лоссу. Отлично. Ну что ж. Посмотрим, что у нас будет далее. Дез по-прежнему работает у нас под семеркой. Тушкан находит минус по Рензу. У Деза опять же есть информация по своему сопернику. Даблкил оформляет этот парень. Пытается нашить. Да, у него получается минусует опи. Также есть информация по Тео. Систем моментально сопротив своему тиммейту. Есть минус. И Зишка перетягивается под семерку. Остается один. Ну что ж. Пока что мы наблюдаем довольно-таки уверенную ответку от коллектива Литерейт. Но Зишка может быть исправит еще положение в этом раунде. Находит минус по Дезу. Явному НВП этого раунда. Но посмотрим. Остается пока что один в три. Будет ли один в два и не потеряет ни одного процента здоровья. Или же все-таки сейчас начнутся проблемы в кишке. Зачекал Вейка. Довольно неплохо его сейчас будут закрывать. Зишку также поджимает сейчас Систем. Ну что, да, Систем его все-таки отключает. И это ответный раунд от коллектива Литерейт. 1-1 пока что. Ну и Литерейт им здесь действительно нужно набирать очень большое количество раундов. Дазл, конечно, очень круто сыграл. В начале раунда просто минус три. И все было действительно очень и очень круто. Да, Дазл, еще один фраг уже. Ой-ой-ой, М200 от Олежки Буболешки. Ну что ж ты делаешь, Олежан? Успокойся, успокойся. Ну, видимо, мстит за вчерашний. Кстати, Тушкан уже последний остается. И Дазл, наверное, его все-таки пойдет выжимать. Да, Дазл с кемпуэта тоже на самом деле бывает, что он выстреливает так жестко. Вот сейчас Тушкан оставляет ему 11 хп. Ну и Систем помогает своему тиммейту разобраться на семерке. И это 2-1 в пользу команды Литерейт. Так, ну что ж, уже два раунда к ряду ставят ребята из коллектива Литерейт. Но посмотрим сейчас. Коллективу Респект нужно срочно отыгрываться. Потому что такой на счет уже явно неприятен. Два раунда к ряду это дорогого стоит. Будет ли третий сейчас? Посмотрим. Есть Атхит Кае по Дезу. Здесь АТ уже залетает минус по Дезу. Асистом и Пуш будут оборонять позицию Альфы. Ну что, уже пошел прессинг от Лоса. 88% здоровья у него остается. Рэнзо минусует Тушканал. Лос и Тео. Отличные минусы. Лос еще на подвате. Дабл килл, трипл килл от этого парня. Но Систем пытался еще как-то сопротивляться. Но не тут-то было. И вот он ответный раунд от коллектива Респект. Так, ну что, 2-2 счет восстановлен. И с каждым раундом у нас напряжение возрастает. Сейчас снова, наверное, попробуют выйти Икс, либо первой палатки. Но под первой палатки у нас уже, кстати, есть дроп. А Даззл уже сменил свой девайс М200 на ОА-93. И, кстати, выход-то на спуск пока не совсем удачный. Там Систем очень хорошо разбирается с своими оппонентами на внешке. Ну и сейчас Зишка вместе с Лосом должны здесь хотя бы Вейка забрать. Я не знаю, иначе... Да, Вейка забирают, но Систем уже приходит с первых палаток и помогает своим тиммейтам. И Зибот последний остается. Забирает Систем. Ой, и поезд еще помогает команде Респект. Но этого, опять же, не хватает для того, чтобы забрать этот третий раунд. И третий раунд забирает нас Литерейд. Начало миссии. Так, супер. Продолжаем далее. Пока что у нас своеобразные качели такие в счете наблюдаются. То в одну сторону, то в другую. Отлетают раунды. Но посмотрим, как сейчас развернутся события под Иксом. Есть уже двое игроков под пуском. Тушкан находит минус у нас уже по пушу. И есть проход под морозилку. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Здесь уже Вейка чисто готовится принимать. Отличные минусы оформляет. И пока что Альфа закрыта. Для коллектива Респект. Дес также откидывает ХАЕ, минусует Тушкана. Узишки. 53% здоровья. Тео, какая пачка по Дезу залетает. Систем 29% здоровья. Остается у нас под позициями Альфы на данный момент. Но сидит по чекам. Сложно будет сейчас Систему отыграть против двоих своих соперников. Но это, конечно, если Респекты сейчас через одну точку и Провозом не зайдут. Ну, посмотрим. Зишка и Тео. Зишка у нас на спуске. Возвращается пока что к позиции НТ-спауна. Ну и, скорее всего, будет уход под пчелу сейчас. Установка планета будет производиться на бете. Систем по-прежнему обороняет позиции Альфы. Ну, не знаю, хоть бы на камеры сел. Я не знаю, чтобы ребята чекали как-то эту позицию. Или же все-таки будет у нас передвижение. Нет, есть информация о том, что это пчела. И уже пошел потихоньку Систем под данную позицию. Зишка ставит плент. Плент установлен. И один в два. Ребята уже разошлись по своим позициям. Попробуй найди. Зишка дропнулся сразу же с пчелой у нас. И Тео находится в кишке. Систем. Заходит на позиции плента. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, тут уже ничего не проделаешь. 3-3. Счет снова у нас восстановлен уже. Ну что, продолжаем, продолжаем. Смотреть за это интереснейшие встречи. Дамы и господа, еще раз всем добрый вечер. Это гранд-финал. Битвы профессионалов номер 3. Встречается литерейт и респект. Счет 0-0 по картам. Ну и 3-3 в самой игре. И дазл снова опен фраг. Есть также контакт на перемычке между Вейком и Лосом. Но пока все бесперспективно. Бесперспективно, да. Бесперспективно. Но Лос отвечает фрагом по дазлу на КТ-спауне. Ну и здесь пуш с Вейкичем просто моментальные размены делают. Тео еще убил у нас Вейка после смерти. Ну и здесь Олега должны уже со спиной приходить до ассиста. Замечательно. Замечает эту позицию. 4-3 за 35 секунд кончается у нас этот раунд. Литерейта ведут 4-3. Очень уверенная ответка опять же отлетает от литерейтов. Но вот смогут ли они сейчас поставить второй раунд к ряду и забрать первую половину в свою копилку? Огромнейший вопрос. Но, в принципе, возможно. С учетом того, как жестко они отыгрывают уже. Какой раунд от КИХАЕ под позицию ИКТа у нас производится. Зишка просто на агрессии вылетает. Минус Вейка Зишка даблкил. Тео на подхвате ставит хэдшот под Сезу. И Тушкан добирает у нас Ирки Рензо. Активная ответка. Буквально за 30 секунд. 4-4. И уже последний раунд первой половины. Слушай, вот здесь честно хочу сказать. Не в обиду команде Литерейт. Но мне кажется, респекты их на обороне просто порвут. Чисто потому, что и Зишка с Аней любят эту карту просто до безумия. И также парни из Баку. Играет его просто филигрант. Даже когда еще команда Бигри была. Они постоянно на этой карте показывали очень классный результат. Ну и сейчас вот. Возможно все-таки пятый раунд заберут у нас парня из Литерейт. Систом идет выжимать парня на спуске. Это был Зи. Ну и 2 в 4. Тушкан. Хороший фраг по Рензо. По С-платформе. С-платформа, ребята, кто не знает. Это центральная платформа. Есть А-платформа. Есть С-платформа. Как и С-вагон и А-вагон. Это очень важно при подачи инфи. И Тушкан даблкилл. Ну что ж ты делаешь, Саня? 17 хп. У него остается Систома. Еще может напрячь у Систома. 28 хп. 1 хп у Систома. Систом пытается спрейть. Хоть как-то помочь. Но здесь Даззл, конечно, должен включаться. Но Даззл с кемпой у нас. И это, пожалуй, большой минус. Лос увольняет Олега. И как отдали ситуацию. 4 в 2. И Лос. Просто шикарно. Лос с Тушканом просто забожили. Ну что? 4-5 в пользу команды. Респект. Смена сторон. Теперь они играют за оборону. И у команды Литерейд, кажется, начинаются проблемы. Да, причем очень большие. Здесь Респекты чувствуют себя очень неплохо. Кстати, давно мы не видели ребят на данной карте. И все здесь вот по метро у них отыграно прям на 200%. Да, в принципе, Респекты. Каждая карта у них везде. Все оттренино. Все просто отчеканино так хорошенечко. Ну и сейчас они еще переходят, по сути, на сильную сторону. Оборона считается здесь сильной. Ну, посмотрим, как справятся Литерейты. В принципе, на атаке пока что ребята из коллектива Респект забрали 5 раундов. И их отделяет еще 5 раундов от победы на первой карте. Так, ну что, Литерейты сейчас просто обязаны навязывать свой стиль игры. Ну и, собственно, добирать раунды как можно быстрее. Если же сейчас будут отдавать с первого же раунда второй половины, то, опять же, могут возникнуть огромнейшие проблемы. Пока что отставание всего лишь в один раунд. Но сейчас задача Респектов увеличить этот отрыв, а у Литерейтов, наоборот, сокращать и выводить в свою пользу. Ну, посмотрим, что из этого всего выйдет. Зи, Опи и Лос будут сейчас принимать позиции Икса. Уже от КитХЕ производится. От Тушкана залетает минус по Рензу. Отлично. Забрасывается дымы. Тушкан даблкил оформляет. По нему, похоже, совершенно никакой информации нет. У Лос также контролирует сейчас семерку. Там и Тео под спуском находится. Ой-ой-ой, Лос, какая пачка залетает у нас по Пушу. Тушкан оформляет триплкил на Теза. Ну и Опи на подхвате минусует систему. Довольно-таки уверенная оборона от коллектива Респект. Ну и, собственно, еще один раунд в копилке коллектива Респект. Начало миссии. Ну, очень важно сейчас команде Литерейт хотя бы парочку раундов сейчас забрать вначале, чтобы, в принципе, потом в течение оставшихся раундов как-то пробовать выводить на равные какие-то консистенции своих оппонентов. Но, не знаю, здесь команда Респект, наверное, больше укомплектована в плане опыта, да, наверное, по сравнению с парнями из Литерейт. В плане командного опыта выступления на карте метро. Ну и сейчас Тушкан увольняет двоих моментально. Пять врагов уже за два раунда. Ну и Даззл остается у нас вне удела. Похоже, под семеркой его должны здесь забирать Лос, а также напрягает Рензе. Ну и Лос все-таки ему в ответ лепит пачку вместе с Тео по Даззлом. И семь-четыре, ну и, похоже, мы можем уже начинать карту бури в пустыне. Супер, супер. Сейчас отыгрывает ребята из коллектива Респект, особенно Александр Карпачо. Что творит просто Тушкан? Уничтожает одного за другим. Просто не ощущает своих оппонентов. Но посмотрим, будет ли он продолжать отыгрывать в том же духе на второй половине. Остается три раунда до победы коллективу Респект. Дэс зачеркал своего соперника. Есть перестрелка, минусует Тушкана. Отлично. Есть опенфраг со стороны коллектива Литерейт. Ну а посмотрим, смогут ли они удерживать преимущество среди игроков. Да, здесь Вэк и Дэс оформляют довольно-таки неплохие минуса. Опи готовится, перетягивается уже под позиции пчелы. Прекрасно понимает, где находится его соперник. У Дэза 68% здоровья. Пуш также минусует Зишку. Отлично. От Китхаи, Дэза у нас проводится под Опи. Но Опи довольно-таки агрессивно отыгрывает. Минусует своего Визави. И остается один в три. Ну что ж. Может ли сейчас Опи отыграть данную расстановочку или нет? На агрессии залетает минусует Вэйка. Но ассистом моментально его отключает. И, собственно, первый ответный раунд на смене сторон от коллектива Литерейт. Так, ну вот о чем я и говорил. Что пора, пора на самом деле Литерейтам просыпаться. Нельзя сейчас отпускать далеко вперед респектов. Для того, чтобы можно еще было продолжать бороться. И у них это, в принципе, прекрасно получается. Ну что, у нас на Б2 уже выход есть от Вэйки. Чем будет контролить выход на перемычку. Ну и Лос его здесь, конечно, законтрил моментально. У Тушкана была информация по внешке. Забирает еще, наверное, Рензо. У Рензо 15 хп. И Рензо все-таки ставит по Тушкану голову. Немножко не хватило. Тео здесь также погибает на синем верху. И Даззл здесь, конечно, очень круто сыграл. Но Лос, Лос, Лос. Лос, 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 Лос. Находит своего оппонента. Рензо находится у нас под семерочкой. За вещами так замаскировался. Так, находит его Лос. Имеет информацию. Ну и Систам. Систам, наверное, будет дропаться под П1, скорее всего. Но там Опи должен будет как-то контролить время от времени эту позицию. Хотя бы чекать. Ну и Рензо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По Рензо здесь залетает дэмэдж. Или нет? Нет, не залетает. По Рензо здесь дэмэдж. А вот и Лос. Ой-ой-ой. Как же Рензо жестко сейчас поставил по Лосу. Выход на спуск от Систама. Опи здесь подстраховывает. Ну и у Рензо 13 хп, конечно, никуда не годится для войны на дальних дистанциях. И Опи, кстати, имеет инфу. Имеет информацию. Да, на П1 была инфа у Опи. И Опи просто пойдет, наверное, все-таки завершать на этот раунд. И да, ах, отличная голова. Ну что, 8-5. Два раунда на победе на карте метро остается парням из Респект. Очень грамотно отыгрывает Респект. Ну и, собственно, очень жестко сейчас чувствует себя, по крайней мере, трое игроков. Это Опи, Лос и Тушкан. Просто не ощущают своих соперников. Ну что ж, посмотрим, будут ли они продолжать в том же духе. Есть работа у нас уже под Икс. Также пульс зарпается под П1. Там Вейк на подхвате. Опи с Хаешки забирают своего визави. Есть перестрелка у нас под Иксом. Но парни моментально увольняют своих соперников одного за другим. И Исистом не выстоял против Зишки. И это еще один раунд в копилке коллектива Респект. И того уже девяточка в их копилке. Да, целых 4 матч-поинта сейчас у парней из Респект. Не знаю. Но здесь нужно пробовать литерейтом нечто неординарное. Вейк снова бежит у нас под П1. И пока не знаю, сработает ли эта тактика. Тео, кстати, на синем верху у нас уже вниз спустился. И имеет информацию о том, что слишком много игроков сейчас на семерке находится. А вот если Даззл его не прочекает, это будет огромная беда. Есть заход в Вавагон от Система. Удачный фраг. Ну и, кстати, по Зишке еще нормально. Так залепил. 35 хп ему оставил. А вот Даззл здесь имеет проблемы. Тео просто нежданно, негаданно просто пришел. Забрал спину своего визави. Тео, даблкилл Тео. Будет ли трипл от Тео или нет? Нет, нет, Рензо. Рензо богоподобен. Ну и Зибон. Зибон делает фраг и остается один в один с Рензухой. 35 и 18 хп. Кирилл Ляликов и Ляя Коновнин. Кто же здесь одержит верх? Ну, конечно, у Зибона преимущество по хп. Пусть и невесомое, но тем не менее. Это нужно два патрона, как минимум, попасть Рензо по своему сопернику. Потому что на дальних дистанциях, ребят, вот есть, да, вот, допустим, АУК, да, вот 28 дэмэджа. Он не всегда, не по всем позициям лепит 28 дэмэджа. Если вы стоите на одном конце платформы, а второй человек на другом конце платформы засчитает где-то 23 дэмэджа, 22, вот так. Это не дефолтный дэмэдж. То есть он дефолтный, но зависит от расстояния, на котором вы отыгрываете. Поэтому иногда даже в 40 хп нужно всадить 3 тычки, потому что там одна может в ногу прилететь и две в село условно. И Рензо идет чекать, ну и Зибон здесь его также начекал. И Рензо, не знаю, Рензо здесь пытается на классе, как-то на характере переиграть своего оппонента. Ну и на голову будет играть, и все-таки Рензо проигрывает эту очную встречу с Зи. И это 10-5. Респекты побеждают на первой карте. И, кстати, ты что-то там обещал парню, который поставил на 10-5. Да, именно так. Просто у парня руки потерют, он сидит, орет. Давайте респекты, давайте 10-5 прошу, ну же. Ну что ж, молодцом, молодцом у нас все-таки на Брэкенбэт. Просто 3 ставки к ряду ставит этот парень. Ну и, собственно, как мы и обещали, он получит свой законный код на 7 дней за то, что угадал ставочку. На 10. И плюс на 10 дней. А, да, 7 плюс 10. То есть на 17 дней сейчас парень донат получает. Я тоже так хочу. Смотри, в общей сумме он до этого 2 ставки на 7 дней сорвал. То есть 14 плюс 17. На месяц донат урвал сегодня нормально, парень пришел, нас ограбил на месяц доната. Это как вообще? Это классно, парня. Ну что ж, поздравляем его с победой. И давайте так же... На месяц. Что у нас по контакту. Так, ребята, там уже стартуют ножевой раунд. Бурька в пустыне. Так, по контакту, по контакту. 10-5. Респекты, Якуб Мамедов. Ну что ж, Якуб, я сейчас отпишу тебе код. И так же отпишу Брэкенбэт. Так, но у нас ножи пока что на карте Буря в пустыне. Так. Якуб, вот, Якуб Мамедов. Кстати, я думаю, это можно ввести за правило. Да, если человек, типа, за один стрим угадывает на... Это. Ну, на три ставки можно дарить ему на 10 еще. То есть, чтобы на месяц прям. Представь, представь, насколько человеку приятно сейчас, да? Вот он пришел. Он, по сути, ну, как бы не играл, ничего. Он просто сидел, смотрел, наслаждался стримом. И помимо этого всего, он сейчас еще на месяц себе бахнул доната. На месяц, Карл. Не, ну ты Макс, но Карл. Карл Маркс. Слушай, о! Офига себе, я фичу замучил. Просто рэмбо, Герман. Так вот. Так, ну что. Буря в пустыне. 1-0 за респектами. Ну и сейчас за оборону начинают теперь именно респект. Меня забанили за 15 секунд. Что-то непонятно. Непонятно что-то. Ну ладно. Респект в обороне, литерейт в атаке. Ну и посмотрим, кто же здесь одержит верх. Слушай, ну это очень круто. Человек типа за один стрим угадывает на это. Я вот честно, я не знаю, я прям откровенно рад за парня. Никогда, ну то есть у меня бывало такое, но редко. Да, мы там поздравляем победителя, но здесь прям рад. Ну слушай, я тоже хочу. Иди ставки делай. С фейкового аккаунта залетай. Ща, кстати, хорошая идея, хорошая идея. Парни, как думаете, на твиче будет справедливо, если со самым фейковый аккаунт и буду угадывать счета? А? 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 Поехали. Карта о буре в пустыне. Гранд финал 1-0. Ведут у нас респект. И у них остается одна карта до победителей. До победителей битва профессионалов номер 3. Нас, кстати, 78 на стриме. Ребят, всем добрый вечер. Для вас сегодня работаем. Я, Герман Громов, Максим Чеев. И мы едем на вторую карту. Плюс 178 в контакте. А, и 178. Ну, слушай, у нас 250 человек сейчас. Вообще шикардос. Шикардосина. Встаем с колен. Так, ну что. Систем у нас принимает решение. Выход на длину. Ну, и, кстати, лосс уже... Опять, как лосс кого-то... А, понятно. Здесь попытался дазл войти. У нас снова на второй этаж. И снова на те же грабли постоянно наступают парни из коллектива. Литерейт. Лосс. Ой-ой-ой. Рензо, конечно, прошил круто своего оппонента. Ну, и, видимо, тоже литерейты готовились. Готовились, что они будут встречаться с респектами на этой карте. Ну, что, тушкан у нас отпадает. Ну, операзмен. И Рензо также выходит, дает еще один минус. Ну, и Зишка 1 в 3. И, кстати, здесь, если он Рензо не услышит, а он его вряд ли услышит. И Рензо, кстати, уходит тоже под бет. Тут действительно верное решение. Сейвится. Ну, и, похоже, респекты проиграют первый раунд. Вчера. Вчера литерейты смогли забрать первый раунд на атаке. Спустя только 8 раундов. Это жестко. Так, ну ладно. Литерейт 1-0. Так, супер. Все, всем коды выдал. Ставочки стартанулись у нас. И я еще даже в бой не загрузился, вот как прискорбно. Так, суп. А у меня, слушай, у меня вот такой вопрос. Если он выиграет четвертую ставку? Ну, давай, если пятую выиграет, я ему еще один код на 10 дней дам. Это значит, грубо говоря, заходишь и на 2 месяца себе доната бахаешь. Вообще люто будет. Но тем временем у нас посмотрели... У нас уже, да, доминация. Одного с другим минусует на позиции. Пури в пустыне. И Пуш остался уже один. Откид Хаеп от Пушкана у нас в кишке производится. Но здесь Александр отыгрывает очень агрессивно. Вылетает на премьер. Но Пуш все-таки минусует своего визави. Зишка перетягивается уже под железо. Ну и Опи будет закрывать спину. Также Тео пытался еще куда-то подойти. Но нет, Зишка справился сам. Причем прекрасно. И это ответный раунд от коллектива Респекта. 1-1. Так, ну что. Но здесь опять же встреча должна проходить в очень таком нервном ключе. Исходя из событий вчерашних. Парни здесь должны потрепать изрядно друг другу нервы. Но посмотрим. Здесь полетели прокиды уже у нас на тройку. С длины. И так. Лосс. Опять подрывает Дазла. Ну что ты будешь делать? Постоянно подрывает Дазла. Дазла, не знаю, как не научился. Так, хаешечки какие-то. На крышу нас... Отлично. На хаешечке замечательные хаешечки. И заход, кстати, от Рэнза удается. Забирает он все-таки лосс. Но здесь Тушкан уже идет в спину. А Тушкан вряд ли ждут Сашки. Да посмотри со второго этажа. Сашка, посмотри в окошко. Сашка, посмотри в окошко. Нет, Саня говорит, я пойду в кишку. И буду стоять здесь. Я Саня. Я Тушкан. И нет, все-таки принимает решение Сашка куда-то уже отойти. И будет смотреть в окно. Сашка смотрит в окно. Кстати, он не увидит пуша вот здесь вот под собой. Да, вообще никак. Но вот зато может чекать Рэнза. И находит этот фраг. Так, есть инфа еще по одному игроку. Это у нас кто? Пуш спалился, по-моему. А Тушкана здесь мог, кстати, Вейкич подкараулить. Но этого не произошло. Опи отлично забирает своего визави Вейка. Ну и есть инфа также по пушу. Опи пошел на рожон и погибает. Ну что же, ты его разменишь по пушу. Это 2-1 в пользу Респект. Уже второй раунд к ряду оформляет ребяту. Довольно-таки неплохо. Жесткая ответка сейчас от этих парней. Но посмотрим, что будут сейчас предприниматели Тирэйты. В принципе, вчера на данной позиции ребята тоже не сразу стартанули. Очень уверенно. То есть в атаке Литирэйты как-то не сразу собрались. Но будем надеяться, что сейчас они проснутся. Будут оформлять у нас довольно-таки неплохое сопротивление. Деза уже взлетает. Минус по лосу. Также перетягивает опи у нас на песок. Зачекал у нас Система. Но по опи взлетает довольно-таки внушающее количество дэмэджа. Вейк принимает решение заходить уже через позиции Меда. Тушкан, тем временем, принимает Рэнза. Ну, я знаю. Так, ну что. Посмотрим, кого, куда. Зачем уйдеть? Тушкан, что же делает у нас? Очень агрессивно подлетает. Минусует Система. Также Тео подхватывает Пуша. Ну что ж, Систем ведет. У нас перестрелка на позициях Бет. И забирает Тео. Отлично. Сзишка. Моментальная перетяжка под позиции Плэнта. Но здесь опи также стягивается через лонг. Минусует Система. Ну и, собственно, третий раунд к ряду. Звоночек тревожный. Я бы даже сказал более чем тревожный. Звоночек парням из Литер Рэд. Вот сейчас действительно пора. Парни. Вторую передачу включаем. Почему застыли на первой? Катимся, катимся. Кстати, катимся не вверх, а вниз. И вот Тео забирает уже Система под длиной. Ну, как-то не заходит длина. Тушкан. Начинает нашивать по Даззлу. Кстати, Даззл его здесь может и забрать. Да, Даззл. Отличный минус. Но еще и Лоса можно. Ну, что-то как-то Даззл как-то сейчас не среагировал. Не среагировал. Вейк забирает Архана у нас. Ну и пошли размены. Лос, Сопи. И два в два. Отыгровочка Зи. Ой-ой-ой, Зишка не прочекает. А нет, все-таки увидел. Увидел своего оппонента на длине. Дает информацию по Вейку. А Лос в это время должен уже смещаться в бету. Понятно же и так, что это будет установка на Б пленту. И пошла Хаешечка в плент. Хорошая. Но не достает немножко эта граната по Рензу. Ну и вот Зишка находит Вейка. Ладно, давайте посмотрим за Рензу. Этот парень умеет стрелять. И стреляет очень жестко. И возможно потащит этот клочерам для своей команды. Но нет, Лос просто выходит. Говорит. Бдыдыдыщ, бу-ду-бум. И это 4-1 за респект. Слушай, неужели опять играю в одну калитку? Ну посмотрим. Вчера точно так же было. Только в пользу коллектива Литерейд. Опять же, ребята ввели в одну калиточку. Забрасывали раунд за раундом. А потом смена сторон. Все резко поменялось. Но посмотрим. Посмотрим, как парни будут действовать. Далее есть у нас активная работа под позиции площади. Здесь Тушкан опять же на агрессии вылетает. Уже оформляет опенфраг по Вейку. Но посмотрим, что будет делать Рензу. Ну Рензу опять же на агрессии пошел вниз кафе. Тем временем Лос минусует система. Пуш заходит вниз кафе. Лос стягивается у нас все-таки с кишки под позиции альфы. И Тушкан заходит на нижнее кафе. Так же зачетал Пуша. Ай-яй-яй. Ну будет ли трипл килл? Нет, не будет. Рензу все-таки минусует агрессивного своего визави. Лос закрывает за собой позиции кишки. Тем временем Опи будет контролировать заход под альфы через мидл. И Тео находится у нас на песках. Ну посмотрим. Рензу тем временем проходит лонг. Также Дэз будет накалять сейчас ситуацию через мидл. На площади находится со своей кимпой. Рензу находит Тео. Отлично и сейчас Бетта начинает немного провисать. Но Опи уже делает перетяжку под песок. И так же Зишка находится уже на позициях Плэнта Бетты. Откид Хаена пески производится от коллектива Литерейт. Рензу заходит на данную позицию. Тест будет чекать своих оппонентов с люльки. Но здесь уже у Зишки есть информация, где находится его соперник. Так же заминирована позиция Бетты. Будет очень сложно сюда заходить. Рензу 79% здоровья. Пытается на агрессии перестреляться. На префайре пытался забрать Зишку. Но пока что все безрезультатно. Начекать его не удается. Зишка все прячется. Но у Рензу есть примерный спектр информации, куда нужно бить. И Дэз потихоньку заходит. А там Опи еще. Вот, есть минус по Рензу. Ай-яй-яй. Ну пытался Дэз как-то вылететь на фаззуме. Но не произошло чудо. И Опи минусует своего соперника. Уже 5-1. А вот это уже очень тревожный звоночек. Да, несмотря на то, что как бы вчера было 8-1. Я думаю, вряд ли повторится такая ситуация, когда будет доминация одной из команд. А потом бац и камбэк. Я думаю, здесь уже либо дожмут, либо дожмут. Как-то так. Систер принимает решение уже ворваться под бету у нас. Изишка. Его моментально останавливает. Дазл также красный. Дазл погибает. Ну ахахаха. Что это такое вообще? Просто разнос. Типа ничего не получается у литерейтов. Я не знаю. Неужели как вчера один раунд заберут? Ну вчера один раунд у нас забрали респекты. Сначала, да. А потом, ну, была смена тоже довольно-таки некрасочная для коллектива литерейт. Уже систем находит опенфрак по лосу. И продолжает работать через площадь на мидл. Тем временем мидл никто не контролит. Есть перетяжка от системы на позиции песков. Здесь опи получает довольно-таки неплохое количество дамага. 12% здоровья у него остается. И систем идет нажимать своего соперника. Тушкан сейвит своего тимы. А, нет, прошу прощения, не успел засейвить. Систан все-таки его минусует. Рензо, какая агрессивная игра через мидл. Ставит прекрасную пачку позишки. Тушкан будет отстреливать сейчас позиции беты. Уже идет через боковое. Здесь Дэс также на подхвате. Суа-93. И, собственно, минус залетает. И второй раунд в копилке коллектива литерейт. Итого 6-2. Начало миссии. Но этот раунд, на самом деле, очень нужен был команде литерейт. Так скажем, глоток свежего воздуха. И этот глоток свежего воздуха должен сейчас очень помочь команде забрать третий раунд. Если они его не забирают, то... Кстати, закрытая. Закрытая теперь от команды Респект. Никуда они сейчас не суются. В принципе, относительно закрытая была и тогда. Но сейчас прям закрытая-закрытая. И Систем уже подходит в упор альфы. Здесь ждет его Тушкана. Если заберет Тушкана, то можно сразу на фасте забрать и с опи. И вот, кстати, заходит. Забирает еще опи. О чем я и говорил. Вот она, слабое место команды Респект. И трипл килл от Система. И, пожалуй, здесь можно квадро исполнять. Но нет, Зиг говорит, никаких тебе квадро. Так, ну что, один в пять. Эйс или не эйс? Нет. Это не эйс. Это 6-3. И мы уходим на смену сторон. Преимущественно в три раунда от парней из Респект. Ох, ну подсобрались в конце. Молодцы. Молодцы литерейты. Дают еще нам жару. Особенно Систем. Очень уверенный заход сейчас был под Альфу. Просто одного за другим. Но такое дело. Сейчас, в принципе, позиция у них довольно играбельная. И могут отыграться сейчас парни за метро. Ну и, собственно, перейдем уже к третьей карте на сегодня. Но не знаю, не знаю. Может быть, сейчас и Респект и что-то у нас исправили в атаке. И покажут нам красивейшую игру. Надо-то забрать уже 4 раунда всего, ребята. Но посмотрим, позволит ли это сделать коллектив литерейт. И, собственно, давайте посмотрим за вектором атаки от коллектива Респект. ТО, опять же, на агрессе будет уже работать через лонг. И тут Систем. А нет, Систем уже возвращается на позиции меда. И позиции бета обороняет у нас пока что пуш соло. Зишка, 100% здоровья. Потихоньку начинает атаковать уже позиции длины Систем. Подтягивается на холпу своему тиммейту. Есть откид ХЕ пока что у нас под бету. Ай-яй-яй, как залетает коварно ХЕшка от ТЛ. Минус пуш, но Систем моментальный размен оформляет. Вейк тем временем поджимает и минусует уже Тушкана. Есть нашив через мидл. Ой-ой-ой, Рензо что творит? Оформляет даблки. Лост делает минус на Вейка. Лост, 51% здоровья. Просто со всех сторон начинает зажимать парня. Но уже 29 хп, 1-3. Крайне сложная ситуация. Минусует Систем, но здесь Рензо его не прощает за тиммейта. Минус. Вот если бы Рензо отстрелил 10 хп у которого, то мог бы еще повоевать против Дезо, но нет. Но нет, и это 6-4. Летирейта сразу заявляет ярко на своих намерениях. Ну и посмотрим, смогут ли они все-таки дожать здесь. Ну и Даззл, опенфраг. Уже по Тушкану залетает. Отличная хаешка. Ну посмотрим, посмотрим. Даззл у нас идет дальше агрессивно. Рензо уже даблкилл оформляет на Т-спауне. Ну и вот сейчас вдвоем уже лост сопи остаются. Нужно какой-то выход придумать респектом из атаки. То есть да, обычно мы привыкли говорить выход из обороны, а здесь выход из атаки. Потому что ну очень круто же мутлитирейта своих соперников на длине. И на миду в принципе так же. Ну вот лост здесь, если бы не отвернулся, мог бы еще и Даззл забрать и снова побороться. Но 6-5. Летирейта в одном шаге от своих соперников. Ну что ж, пока что, ребята, все ближе и ближе к тому, чтобы сократить отставание. Ну в принципе уже и так сократили. Да, один раунд остается. Но здесь уже полетели довольно-таки неплохие минуса. Размена у нас есть. Тео в этом поучаствовал. И 42% здоровья остается. Но сидел очень открыто. Система Агрессив залетает. Минусует Тео. Тушкана ответный. Минус забрасывает. Но здесь Дез принимает решение агрессивной игры по Тэшку. Минусует Тушкана. И Зишка остается закрытой у нас под Тэспаном. Вместе с Опи. Но Дез также его минусует. И Опи остается в соло. Опять же довольно-таки уверенная игра от коллектива Литий Рейт. На смене сторон на обороне эти парни умеют очень неплохо отыгрывать. И уже ставят 3 раунда к ряду. А вот теперь респектам приходится. Ой, как не сладко. И мы, кстати, возможно, увидим третью карту. Так, залетает Хаешка на девятку у нас. Я понял. Вот это заготовочки от парней. Нормально. Полетели Хаешечки. И Рензо уже прожимает своих оппонентов. И, кстати, довольно уверенно. Систем также у нас делает минус. Но уже после смерти. Но с гранатой. Ну и, кстати, аркады есть на втором этаже от Дазла. Но здесь, ой-ой-ой, как с разворота поставил потушка. Ну и Лос 1 в 3 снова. Не получается никак у респектов выйти из своей респы. Постоянно их жмут. Но вот Лос забирает своего оппонента. Также 9 хп у него остается. Но, думаю, здесь его, конечно, дошьют уже. Дошьют, да. И пуш ставит очередную тушку. Это 7-6 за респ... Ой, за Литерейт. Ну вот и вырывается парни вперед. С учетом того, что проиграли первую половину 6. 3. Очень уверенно парни работают. Ну что ж, будет ли это двойное преимущество за коллективом Литерейт? Или же все-таки сейчас респекты соберутся? Вейк, тем временем, находит уже опен-фрак по опе. Зишка готовится отстреливать низко фэнус. Здесь Систем опять же на агрессии вылетает. Минус УСЛ. Тушкан моментально подхватывает. Минус Систем. И Рензо добревает Тушкана. Но там Зишка разменивается. И его Вейк наказывает. Ну что ж, 5 раундов к ряду. Да, и счет становится 8-6. И это уже не шутки. Литерейт в 2 раундах, кстати. От 3-й карт. Но вот Лосс разряжает все-таки свой аук по Рензо. Отличное начало. Дазл вместе с Рензо по 7-8 фрагов сделали. Поэтому здесь сейчас должны как-то уже более, более хладнокровнее. Парни из Респект действуют. Должны уже сами выходить, навязывать свою игру. Но не дают никак это сделать Литерейт. Они постоянно жмут их в респауне. И Пуш сейчас один, кстати, под бетой. И это может стать ошибкой, потому что у Пуша убивают. И бета прорвана. И сейчас нужно как-то парням срочно эвакуироваться под бету обратно. 4-3 отыгровка. Есть еще, опять же, шанс на то, чтобы закомбетчить, в принципе, в этом раунде. Ну, бомба установлена. И, кстати, уже игроки команды Литерейт мчатся по длину. Есть инфа по Уэйку. Есть инфа еще и по Систему залетает. Ну что же, пошел нагрев от Лосса. Систем заходит, забирает на Стео. Ну и Систем даблкил оформляет. Ну и последний Систем как раз-таки остается. Ну и ОПИ здесь, конечно, филигранно действует. 8-7. Один раунд все-таки Респектом удается отыграть. Ну, этот один раунд капля в море, конечно, по сравнению с тем объемом работы, который еще предстоит им сделать для того, чтобы победить и на этой карте, или хотя бы вывести до дополнительных раундов. Ну, посмотрим, что же тут будет у нас происходить. Есть откид Хайо у нас опять же под позицией Т-спавна. Здесь ТО довольно-таки агрессивно отыгрывает. Лосс также от окна. Но здесь Рензу. Довольно-таки коварная позиция у него была. Минусует лосс. Уже имеется ОПН-фрак. ОПИ разменивается на Систем. Отлично. По Дезу также имеется информация. Рензу на Рейде. 22% здоровья. Тушкан тем временем находит Вейка. Наказывает его. И Дез пытается в Пикселе как-то выцелить Тушкана в Т-шке, но пока что не задаётся. Зишка минусует своего Визави. Рензу. Ответочка на СИО. Отлично. Но есть информация о том, что позиция Беты сейчас у нас провисает. У коллектива Литерейт. Зашли уже ребята на данную позицию. Дез находит минус по Тушкану. Рензу моментально разобрал у нас Зишку. И ОПИ остаётся один против двоих. Но здесь Дез 37 ХП и Рензу 22. Эйдь. Здесь Дез моментально подлетает с позиции длины. И увольняет своего соперника. Ещё один раунд в копилке коллектива Литерейт. Итого у нас счёт 9-7. Два матч-пойнта у команды Литерейт. Но я думаю, один из них они обязаны реализовать. Дазл 10-2, Рензу 10-5. Но остальные РГКи, в принципе, ну тоже в плюсе. Кроме товарища под никнеймом Пуш. Один фраг он сделал пока что за 7 раундов. Но это, в принципе, не страшно. Когда твои тиммейты тащат, в другое время будет Пуш тащить. Так что ничего зверя, естественно. Лос Тео моментально. И два минуса. Лос забирает ещё и Дазл. Ой-ой-ой-ой. Проглядел я все эти минуса. Каким-то чудодейственным образом. Но всё-таки здесь, похоже, восьмёрка. И как бы мы допы, кстати, не увидели. Хотя, если честно, я бы допы сыграл. Точнее, допы посмотрел бы. Играть я их, конечно, не буду. Но я бы мог. Я мог. Так что, парни, зовите. Зовите. Я могу. Я ещё могу. Так, у Рензухи 56 хп остаётся. Систом погибает. Ну и Пуш. Один. Кстати, не у Рензо, а у Пуша. Где-то там ошибся немножко. Ну ладно. 9-8. 9-8. Неужели нас снова ждут допы? Ну посмотрим. Не знаю, не знаю. Здесь очень жёсткая игра от коллектива Литерейт. 10-3, 10-6. То есть, как бы, Десс и Рензо просто уничтожают своих соперников. Сейчас, респектом, нужно просто собрать волю в кулак. Поджаться как-то. Ну и, собственно, минусовать своих соперников. Опять же, лосс уже 71% здоровья. Отыгрывает в Тэшке. Забрасывает дэмэдж по Вейку. Но пока что это мало что даёт. Занимается позиция площади. Опять же, коллективом Литерейт. Но и закрытый. Закрытый на данный момент респекты на своей респе. 100% здоровья пока что у Тэо. Ведёт очень агрессивную перестрелку с Мидом. Лосс находит минус по пушу. Но здесь пуш откидывает. Хайей просто маскил. Вот это было очень печально сейчас для коллектива. Респект. Вейк также минусует Тэо. И просто у ребят начинаются огромнейшие проблемы. Эйдсистем минусует опиен. Зишка на агрессии пытается отыграть от Тэшки. Но, похоже, мы увидим всё-таки третью карту. Спина уже заходит к Систем. И минусанёт или нет? Да, минусует. Неплохо. Но пока что 46% здоровья остаётся. Там ещё и Рензу. Один хп от Дэс. 67. И Вейк накаляет ситуацию. Зишка что делает? Минус Вейк. Отлично. Ну что ж. Остался один в два. Си. Сможет ли потащить этот раунд для своей команды или нет? Здесь Дэс очень сильно накаляет ситуацию. Довольно-таки жёсткий соперник. Также Рензу. Два явных MVP команды соперника. Нет. Зи не смог вытащить всё-таки этот раунд для своей команды. И это победа коллектива. Боже, как это жёстко было. Ну серьёзно. Это была очень жёсткая и очень красивая карта в исполнении команды Литерейт. Одну минуту просит. Вейк. Ну ладно. Мы ждём. Ну и третья карта. Деловой центр. Ну жёстко. Жёстко, конечно. Прям парни молодцы. Дарят нам. 10-8 счёт. Да. Давайте посмотрим, кто же у нас победил. Победил кто он. Так. Вич. 10-8. Все на респектах так ставят. Просто такая пачечка на респектах взлетает. 10-8 на Литерейт. У нас... Нету. Нет, есть, есть, есть. На Твиче. Каталонец поставил у нас 10-8 Литерейты. Ну а ВКонтакте... Андрей Соколовский. Да, да. Андрей Соколовский и Каталонец. Сейчас я вам отпишу, ребят, ваши заветные кодики. Но мы переходим к третьей карте. Да, третья карта. Деловой центр. Ну, сначала ножички, соответственно. Ножики отыгрываем. И дальше уже смотрим оружейку. Ну, не знаю. Здесь, вот на карте ДЦ, я... Ой, как... Не знаю. Прям за обе команды переживаю. Обе они импонируют. В принципе, парни достойны. И одни, и вторые победы в этом чемпионате. Но все-таки здесь будет победитель один. Который будет означать то, что этот коллектив на данный... На данный день, наверное, пока что лучший. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим. Ставочки сделаешь? Да, да, да. Сейчас отписываю коды и ставочки отправляю. Отправляю. Блин, слушай, ну в принципе... Ребят, как вам вообще игры, ребят? На Твиче и ВКонтакте? Пишите, как вам игра, нравится, не нравится? Так. Каталонец, напиши что-нибудь в чате к Твичам, чтобы я мог отписать тебе в личные сообщения. Так, 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 так. Что у нас тут вставочки полетели? Пока что ждем, пока дазл там перезайдет, что-то перезальет. И приступим дальше. Так, отлично. Есть каталонец. Сейчас отпишу тебе кодик. Так. Так, что там, брейкинг бет поставил, нет? Да, поставил на 10-5 респект. Но у него вот прям... Да, 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 да. И предыдущий тоже 10-5 пытался, но не зашла она, не зашла еще раз. Вот надо было немного поменять свою позицию по ставкам. Но, видать, парень прямо ярый болельщик коллектива. Респект. Пизде ставит на них. Так. Ребят, у вас есть еще буквально минутка на то, чтобы сделать ставки. Также напоминаю всем то, что у нас в группе Point Blank и Esportive Show паблик периодически проходят конкурсы репостов. Там вы можете выиграть абсолютно любой донат. То есть это от K1 Silver, там, не знаю. Ну, конечно, такой донат мы обычно не разыгрываем, но это так, чисто к примеру. От K1 Silver до AUG, там, любой категории. Esport, Blaze и так далее и тому подобное. В общем, там разыгрывается куча разного доната. Заходим в группу Point Blank и Esport official public. Те, кто смотрят на Twitch, ребят, у вас есть возможность просто пролистнуть Twitch вниз. И там будет кликабельная графика PBVK Esport. То есть просто на нее нажимаете, и вы можете перейти в группу Point Blank Esport, подписаться на нее и быть в курсе абсолютно всех новостей. Ну, а кто смотрит ВКонтакте, ребята, то же самое там от трансляции. Есть ссылки абсолютно на все, и на Twitch, и на группу. Да, кстати, у кого есть лаги на Twitch или ВКонтакте, попробуйте, те, кто на Twitch запустить трансляцию ВКонтакте, посмотрите, у кого-то, может быть, не будет лагать ВКонтакте. А те, у кого лагает ВКонтакте, запускаем Twitch. Обычно все говорят то, что на Twitch платформочка у нас держится более серьезненько. Так, ну что ж, ножевой раунд был отыгран. Давай, раз, два, три. Да, поехали. Раз, два, три. Бумага. Эх, опять четвертый раз слил. Просто сам в соло, в соло. Громов класс, флейм, одно парень. Ну, хорошо, хорошо, Сэм. Спасибо. 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 Ну что, поехали. Первый раунд. У нас литерейты отыгрывают за атаку. И сейчас уже стремительно в Альфу направляется. Рензо Систем Эвейк. В Альфе будет принимать их Архан Тео. Ну и вместе с Сопи они это, кстати, будут делать. И посмотрим, насколько удачно у них это получится. В Альфе уже, наверное, сейчас будет постепенно заход делаться. Рензо там на стрите стоит, Даззл идет чекать длину. Кстати, Тушкан его там уже нарылил немножко до 72 хп. Ну и Тео. Тео, заход в Альфу имеется и уже, таду, взрывают Рензо. 53 хп ему оставляют, но Рензо погибает. И, кстати, в пленту уже у нас Систем делает минус. Идет на пятерку, забирает еще и Опи, но Зишка здесь на чеку. Даззл погибает. Олег даблкилл оформляет у нас и Вейк выходит на мусорку. И, кстати, по Вейку-то нет информации у парней. Вообще никакой. В это время у нас Пуш пока что чекает поджим в спину. Никого там нету. Ну и... Пора бомбу, да, наверное, устанавливать уже. Да, полетела Хаешка с дома в плент. И Вейк здесь ее... И выйдет, и выйдет, но и... Постепенно... Кстати, нет, Вейк еще не в пленту, поэтому... Ой, рано Зишка, конечно. Хаешку откинул, но у него еще одна есть. Так, еще одна полетела. Ну, Тян, Тян, Вейк, и Зишка все-таки закидывает. Трехочковый Кобе Зибрайен. Ну и все-таки триплкиллоз забирает еще и Пуша. Альфа немножко не зашла. Ну и респекты повели. 1-0. Начало миссии. Ну что ж, молодцы ребята, довольно-таки позитивное начало. Но за эту карту будет драться просто каждый коллектив. За каждый сантиметр игровой площадки. Но посмотрим. Здесь Дэз опять же на агрессии отыгрывает уже на позиции БК. Тушкан будет работать на сэве данной позиции. Вейк сейчас может зачекать своего визави. Нет, не удается. Совершенно никакой информации ни у Дэза, ни у Вейка нету по своим соперникам. Тушкан просто оформляет даблкилл на изи. Ну что ж, Дишка тем временем подхватывает Пуша. Стоится у нас 1 рэн за 37% здоровья у него есть. Но от Дишки далеко не уйдешь. Второй раунд в копилке коллектива респект. Why so easy пока что для команды респект. Не понимаю, почему не получается сейчас ничего сделать у команды Литерэта. Кстати, это выход, я так понимаю, под центральное кафе либо коробку. Систом принимает решение на Аркаде. На быстрой ноге, так скажем, ее выйти. И Тушкан уже на длине забирает. У нас товарища Дазла и Вейка может еще забрать. Но нет, Вейку 6 хп оставляет. И здесь Тушкан. Тушкан в спину ему сейчас должны выходить. Пуш в спину не попадает, но все-таки убивает Тушкана. И ситуация 2 в 2. Вейк очень красный. В спину заходит Лос. А вот этого походу не ждут парни. Ой, не ждут. И сейчас Тео должен здесь, конечно, выполнять огромный спектр работы. И в это время Лос уже пора. Пора, Лос, дружище. Выходи. Вейка. Та-та-та-та-там. Та-та-та-та-там. Под бетон пробегает у нас Пуш. И здесь его уже Тео ждет. 3-0. Просто разнос кабинетов от команды Респект. Но я не знаю. Литерейтам пора браться за головы. Ну, посмотрим. Пока что не все потеряно для Литерейтов. Да, они отдали 3 раунда к ряду. Но, тем не менее, отыграться еще вполне себе реально. Но посмотрим, смогут ли они это сделать. Здесь Опи уже закрывает за собой позицию коробки. Тео с 5К будет контролировать Альфу. Также чекает уже позиции стрита. Ну, и тем временем Систем находится у нас на Банане. Попытался зайти на короб. Получил оттуда свинца от Опи. Ну, и, собственно, есть уже нашивка стрита. Здесь работает Систем. Опять же, 77% здоровья. Откидывает ХАЕ. И Тео. Здесь у нас также находится. Забраться у этого ХАЕшками в позиции Планета Альфы. И Фасом просто, ребята, залетает на данную позицию. И Вейк уже находится на позиции Нопки. У Тео 38 ХП. Нет уже ХП совершенно. Но Рэнзо минусует своего Визави. Опи С5 минусует Деза. Отлично. Вейк уже устанавливает Плэнт. И моментально убегает на позиции Нопки. Опи попытается зайти сейчас в спину. Зишка тем временем отключает Вейк. Отлично. Есть перестрелка у нас на позиции Альфы. Систем минусует Зи. Также пуш на подхвате разбирает у нас Тушкана. Ну, и пачка от Рэнзо залетает по лоссу. Опи остается один. Пуш откид ХАЕ. Минус. И это ответный раунд от коллектива Литирейд. Ну что, вот и взялись за голову Литирейд. И наконец-таки забирают очень важный для себя раунд. Ну и возможно именно с этого момента начнется какой-то камбэк от них. Но опять же, о камбэке еще говорить рано. Да и в принципе счет не такой уж и большой, чтобы камбэчиться. Да, как бы два раунда преимущество. Это не то. Вот если бы был бы 5-1, 6-1, другой разговор. Ну а сейчас пока что игра идет довольно размеренно. Ну что же, выход в коробку от Система. Вича с успехом забирает он Тео. Ну и лосс здесь также отвечает по Дазлу. О, Дазлу у нас где убивают Дазла? Походу где-то в ЦК. Да, в ЦК убили Дазла. Тушкан по-прежнему своей сигнатурной длине. Зишка с пятерки смотрит выход на коробку. Ну и вот здесь вот Опи. За Опи интересно понаблюдать будет. Ренза заходит и... Ренза погибает. Но Опи, конечно, здесь тоже вряд ли выживет. Систем даблкил при заходе в Альфу. Еще и Зишку забирает. Но Систем, конечно, царюга. Систем царит. Очень круто отыгрывает. Ну и что? Хаешку в плент надо бы сейчас закинуть парням из коллектива. Да, убегает, убегает все-таки. Ой, Хаешка все-таки настигает Уэйка. Но в последний момент убежал за текстуру пирамиды. И два в три выбивания. Так. Полетела Хаешка в нубку. И минус Уэйк. Минус Уэйк. Так же на Х. Должна быть Хаешка. Лос какую пачку ставит по Стриту и Систем. Один в два был все-таки. И это четвертый раунд для команды Респект. Слушай, ну сейчас красиво. Выбивали Тушкан и Лос в двоечка. Сработались просто как звено Джей Джей в лучшие времена. Ну молодцы пока что Респект. Прям показывают очень жесткую игру. Уже четыре раунда к ряду. Это дорогого стоит. Но посмотрим, что будут предпринимать далее Литерейты. Все-таки не так уж много раундов у них остается. И потихоньку начинает накаляться ситуация у коллектива Литерейт в счете. Ассистом на агрессии уже взлетает под позицию Альфы. Минус у своего Визави. Пуш подхватывает. Есть минус полосу. Забрасывается Хаешками в пятак полноценно. Ну и собственно заход под Альфу также осуществляется. Ребята забрасывают дым уже на окна. Зишка на агрессии будет принимать. Но нет. Пока что сгоняют его. Ждет Зишка каких-то более агрессивных качекал Вейка. Отлично. Есть минус. Систем и Рензу будут сейчас отстреливать своего агрессивного соперника. Но Систем уже запускает на позиции плента. Есть информация, что установка производится. Зишка ставит второй минус. Даблкил в копилке этого парня. Опи заходит в спину. Четыре процента здоровья у него остается. Тушкан также подлетает уже на холпоп от пятак. От Опи есть минус по Систему. Дес разворачивается. Ставит пачку по Опи. Отлично. Пошла работа на пятерку. Пуш минусует Тушкана и Дес добирает все-таки Зишку. Это второй раунд в копилке коллектива Литий Рейт. Итого 4-2. 4-2. 4-2. И здесь снова два раунда преимущества команды. Респект. Но Литий Рейтам надо больше, если честно, раундов забирать. Потому что на смене сторон тоже, наверное, тяжеловато. Придется им за атаку. Здесь немножко попроще играть. Хотя эта карта относительно сбалансирована. Опять же, относительно других. А вот Тушкан, походу, не прочекает. Сейчас бетон. И да, кстати, бета сейчас зайдет. Вот, ой, как на ура у команды Литий Рейт. Его и лос с ножа хотел забрать Систама. Но здесь Систама быстренько напрягают. Но никто не поддержал его с длины. И Тео также оформляет даблкил. Опи забирает еще и Рензо. И только Вейк заходит в Альфу. А Пуш находится у нас перед центральным кафе. И, конечно же, здесь у него работенки пока нету. Но если Зишка про Аркадит... Ну, уже Зишки... Нет смысла Аркадит. Зишку уже сейчас просто будет чекать. Как я тебя должен там крыть с ОА? Ну, действительно, там Дазл никак бы он не прикрыл. Но должны были тогда вместе проходить. Смысл тогда одного человека пропускать? Как? Зачем? Зачем смысл там одного человека пропускать? Если он погибает, то на этом все как бы заканчивается. Но тогда три длину было играть. Два проходит. И один кладет дым на семерку. Ну и дальше потом просто сплитит с Зигой. Но не знаю. Не получился этот раунд у команды Литий Рейт. И, скорее всего, будет пятый раунд в активе. Респектов. Ну, не знаю. Пуш. Ой-ой-ой. Один ХП оставляет Опи. Ну и Лос просто выходит в агрессивную. Начинает настреливать по пушу. И его забирает. Это 5-2. И снова преимущество в три раунда у Респектов. Два раунда остается до окончания первой половины данной карты. И сейчас эти два раунда просто позарез нужны коллективу Литий Рейт, чтобы перейти на смену сторон с минимальным отставанием от своих соперников. Но смогут ли они оформить эти два раунда? Огромный вопрос. Здесь уже Тушкан находит опенхрак по Дезу. Также есть информация по Вейку. Есть от ХИТ ХАЕ. Тем временем Систем очень агрессивно работал через Зигу. Он минусует одной из своих визави. Но Зишка оформляет моментальный размен. Вейк добирает Тушкана. И пока что размен за разменом у нас залетает. Как от одной команды, так и от другой. Тео будет сейчас принимать своих соперников на длине. Есть уже информация по Рейнзу. Довольно-таки неплохо его нарейдили. 25% здоровья у него остается. Вейк 100%. Принимает решение, ребята, стянуться пока что с позиции ПК. Пуш находится в центральном кафе. Зишка будет оборонять позиции Зиги из домой. И ОПИ находится у нас один под Альфой. Работает под пятаком. Контролирует и Альфу, и коробку. Довольно-таки здоровый спектр задач у этого парня. Но посмотрим, справится ли. Пуш пока что сидит. Никак не пытается проявить себя под позициями центрального кафе. А вот Тео уже находит голову Вейка. И есть информация по Рейнзу. Также слетает шапка у Рейнзу. Как же ему сейчас повезло. На 7% здоровья остается. И против Вейка... У нас... Вейка. Где я Вейка увидел? Прошу прощения. Тео. Будет воевать очень сложно. Имею ХП. Ну, хотя Тео тоже 22. Но тем не менее. Зишка. Хорошо-хорошо сэвить сейчас своего тиммейта на Азиге. Есть минус по Пушу. И Тео все-таки добирает Рейнзу. Это шестой раунд в копилке коллектива Респект. Итого уже 6-2. Да, 6-2. Это уже на самом деле большой, очень большой отрыв. Да, в 4 раунда сейчас. И нужно ли терять там обязательно? Третий забирает для борьбы. На смене сторон. Зишка начинает ракать центральное кафе. Не попадает по систему. И в это время систему. Мог сейчас еще и на хаешке воступиться. Но благо для себя нет. У нас вместе с Тушканом. Вот два очень жестких игрока по длиной. Сейчас Аркадят. И забирают всех и вся на своем пути по длиной. Остается Систем. Один в четыре. И вот Тео забирает. И есть по нему информация, конечно же. Но идти Аркадис это не самое разумное решение сейчас от команды Респект будет. Если они все-таки пойдут его выжимать. Подождите установку бомбы. И, кстати, здесь Сишечка есть, нет? Есть? Сишки есть, нет? А если найду? А если найду? Нет, нету. Они были на Иксе. Но ИСистом вылетает на пятерку. Но все-таки нет. Вряд не получилось собрать пару голов. Это 7-2. И крушительная первая половина за Респект. Но жестко, жестко. Крушительная это очень мягко сказано. Просто парни разорвали. Залетели просто в кабинеты коллектива Литерейт. Разнесли там все и вся. Просто уничтожили всех. Но сейчас на смене сторон. Мы посмотрим, смогут ли заставить Литерейты сейчас своих соперников играть по их правилам. Ну и, собственно, заставлять уже наводить небольшой порядок в их кабинетах. Так сказать. Ну, не знаю, не знаю. Очень большой вопрос. Сейчас Литерейты, скорее всего, возьмут небольшую паузу. Обсудить, что да как, что не так пошло. Но просто на волоске сейчас парни висят. Остается три раунда. Которые отделяют коллектив Респект от победы. Ну и, собственно, это уже решающая карта. Прекрасно как одна, так и вторая команда понимает то, что ошибок уже допускать ни в коем случае нельзя. И если сейчас коллектив Респект проверит просто максимум жесткости и даже не будут давать обрабатывать информацию своим соперникам, кто где, куда, зачем, то мне кажется, Литерейты здесь уже не выставят. Ну и также, мне кажется, то, что такой вот, такой исход событий на первой половине повлиял на Литерейту. Они до этого отыграли три карты с Виктус Гейминг. Еще здесь уже пошла третья. Мне кажется, парни уже немного устали. Ну что ж, ладно, давайте посмотрим, что парни нам будут показывать. Пока что вектор атаки у нас направляется в бету. В основном от коллектива Респект. Уже ребята работают через центральное КП. Залетает на Зигу. Здесь Вэк-Тест довольно-таки неплохой прием. Осуществляется под позициями БК. Вэка минусует Зишка. Отлично, есть информация, что на длине как минимум два игрока. Но здесь тренд же моментальная халпа. Есть минус. Ушка на ССА-1. Но Систем у него за спиной пошел демэдж. И это ответный раунд от коллектива Литерейт. 7-3. Да, 7-3. Сейчас парни из Литерейт вообще, по сути, не имеют права на ошибку. Ну, в теории. Точнее, на практике в теории могут. Да, допустим, еще две ошибки. Но там будут случаи чего допы. Но пока, в принципе, двигаются в верном ключе. И Систем аркадит у нас банан. И Тео его здесь, ой как, не ждал. И 68 хп ему Тео оставляет. Но сейчас опи должен прийти и как-то зарешать момент. Но Систем просто в соляново решает все вопросы. Еще и Зишку нарейдил до 56 хп. Ну и вот лосс заходит в это время у Альфа. Альфа сейчас пустая у команды Литерейт. Нужно срочно что-то предпринимать. У Тушкана будет сейчас кто-то в спине, по-моему. Да, это Даззл. И Тушкан уверенно ставит пачку. 3 в 2 отыгровочка. Вейк уже на 5. И его прекрасно слышит товарищ Олег Кановнин. Ну и залетает пачка еще и по Уэйку. Ну и пуш здесь скорее всего также отправляется в небытие. Или же нет. Так, пуш занимает уже пятерку. Ну и здесь с коробки еще Тушкан идет. Поэтому, ой-ой-ой, Сашка не попадает. Ну и с пятерки идет выжимать еще лосс. И это восьмой раунд в активе Респект. 8-3, два раунда до победы в гранд-финале у них. Все ближе и ближе, ребята, из коллектива Респект к тому, чтобы одержать победу сейчас над своими соперниками. Ну и, собственно, выйти победителями в этой битве профессионалов. Итак, здесь Тео уже работает на агрессии через БК, минус Дес. И тем временем Рензо оформляет размен на ОПЕ. Тео просто машина с голубей из даблкил оформляет. Систем на подхвате. Есть минус полосу. Но пока что ребята работают относительно сбалансировано. Азишка пробегает по фасту просто через Дигу. У Вейка совершенно никакой информации сейчас по своему сопернику нет. На агрессии вылетает. С Ашками есть минус. Ну как же так, проспали. Ай-яй-яй. Но здесь все-таки Систем наказывает Зишку за его агрессию. И Тео у нас остается 1 в 2. Ну что ж, Тео, и не такие раунды тащил. 68% здоровья у нас у Ашана. И что же он будет предпринимать далее. 68% в руках Аука. Три арена фо гейм. Ну что ж. У Система тем временем 61% и Рензо 79%. Текает центральное кафе. Рензо под чеком сидит. Систем 61. Также находится в доме. Ну и Тео уже благополучно заходит на позиции Альфы. Аккуратно, аккуратно идет. Установка плейнта. Мне кажется, зря вот этого делала сейчас литерейт. И то, что допускает такую ошибку, что Тео смог поставить плейнт. Он сейчас закроется на позиции стрита. И будет крайне сложно его там выбивать. Этот парень не из тех, с кем можно играть в злые шутки. Но пошел ДФАЕЕ. Хаешка полетела. И отлетает Систем просто на последних секундах. Тео от С1-1. Но здесь Рензо все-таки перестрелял своего соперника. Молодцом. И приносит еще шансы на то, чтобы его команда поборолась за победу на этой карте. Но Тео был близок. Но здесь Рензо, конечно. Но против Рензо всегда тяжело стреляться. Хорошо парень шьет и по дверям, и просто шьет по головам хорошо. Ну и сейчас Тео здесь не смог ему противостоять. И четвертый раунд в активе литерейтов. Придется поднапрячь папцы еще команде Респект. Для того, чтобы как-то здесь девятый забрать. А вот потом уже будут матчпойнты. Там уже у литерейтов не будет шансов на ошибку. Одну они допустили. Еще одна у них есть. Так, выход на стрит, видимо, Лос планирует. Ну и, кстати, под Зигу также хотят выйти. Даззл забирает на длине Тушкана. И вот сейчас Систом будет принимать выход на стрит. И Лос как жестко по нему сработал. Даззл, кстати, 4 хп на длине остается у него. И можно Альфу заходить. И, кстати, что и делает. Но здесь Рензо уже на пятерке находится очень близко к Лосу. Откидывается хаешечка. И Лос идет выжимать своего оппонента. Но Лос здесь с пистолетом. И, конечно, ему нужно срочно релоудиться. Но у Лоса проблемы. По Лосу проблемы на длине. Также там был контакт. По-моему, да. Вот Тео забирает Даззла. Кузишка выходит. И просто моментально хоронит сразу Рензо и Вейкича. Ну, здесь просто Лос. Честно говоря, да. Как бы он сделал один минус. Но он настолько важный минус сделал. И столько на себя внимания стянул. Это действительно его заслуга девятого раунда. 5 матч-поинтов и у Респектов. Ну что ж, посмотрим, смогут ли сейчас Респекты дожать все-таки последний раунд в свою копилку. И выйти победителями из этой встречи. Или же ли Терепи еще будут бороться до последнего. Пуш и Систом оформляют неплохие минусы. Но посмотрим. Тем временем у нас есть работа через центральное кафе. На Зигу от Ки Хаев. Вейк уже на припайре пытается забрать своих соперников. Но пока что все без результата. Ребята тратят Хаев пустую. Тем временем есть у нас уже дроп под банан. Систом 1 обороняет позиции альфы. 43% здоровья у него есть. Но здесь уже Телл находится на встрече. Систом как агрессивно вылетает. Дабл килл Систом. Что творит? И Зишка остается один одинешенек. Минусует Вейка. 100% здоровья у него есть. Но 1 в 3. Крайне сложно. Конечно Зишка это машина для убийств. Но тем не менее. Соперники у него тоже не дети из песочницы. Ну что ж. Пуш минусует своего соперника. И Литирейты продолжают бороться за победу на этой карте. Да. 4 раунда отрыв сейчас. Респект от Литирейты. И 4 матчпоинта. Ой-ой-ой. Вейкич с Пушом. Аркадит у нас Зигу. И у них это очень даже хорошо получается. И Зишка здесь только одним. Минусом ответил по Систому. Кстати Систом это майнфрагер команды Литирейт на данный момент. Выступает он очень круто. Но здесь Лос находит все-таки Дазла. И Вейкич вынужден отходить обратно под бету у нас. И наверное все-таки эту позицию и будут давить. У Пуша также проблемы. Пхп 23. Лос его нагоняет. И Рензо вынужден смещаться уже под бету. Есть информация по Вейку. И голый Б-плент. Голый Б-плент сейчас у команды Литирейт. Вейка настигает. Да еще с длины. Сейчас придет у нас Лос. И это похоже на ГГ. Рензо остается 1 в 3. Ставит пачку по ТВ. 1 в 2. И Лос. Кстати мог здесь также еще погибать. Но посмотрим за Рензо. 1 в 3 он был. Ситуация сейчас 1 в 2. 74 хп. Битый Зишка. Немножко битый Лос. Поэтому шансы есть у Рензо на взятие этого раунда. Но как стоят у нас парни из Респект. Стоят они в принципе синхронно. Но никак не дают проходить Рензухи. Но Рензо здесь может поставить нормально. 2 пачки. 28 хп. У Рензо остается. Убивает он Олег Экономзин. Может еще и пачку поставит полосу. Неужели 1 в 3 потащит Рензо 1 в 3 или нет? Все-таки нет. И это 10-5. И кстати похоже опять Брэкинг Фетт у нас забирает ставку. Если его ставка первая конечно. Ну что поздравляем.